Здравствуйте, с вами портал Экзогет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем наш курс, посвященный литургии. Сегодня мы поговорим, собственно, о литургиях Василия Великого и Иоанна Златоуста в их историческом контексте, как они формировались в самых общих чертах и в каких памятниках они представлены. Традиционно такое, скажем, наиболее общее мнение говорит о том, что святитель Василий Великий в свое время либо предложил совершенно оригинальный литургический текст, либо же переработал какую-то из древних литургий. Например, мы встречаем мысль о том, что он работает над текстом литургии апостола Иакова, брата Господня. А, соответственно, святитель Иоанн Златоуст переработал литургию Василия Великого. Нужно заметить, что в этой логике, ну, скажем так, много серьезных пробелов. Сегодня мы поговорим, почему и как это объективно, скорее всего, выглядело, опять же, на основании ряда свидетельств, на основании ряда литературных источников. Во-первых, нужно заметить, что если мы возьмем и сравним два текста, то есть, собственно, литургию Василия Великого и Иоанна Златоуста, то мы заметим, что хотя с одной стороны между ними есть ряд сходств в, скажем так, каких-то молитвах, обрамляющих анафору, однако сам текст анафоры совершенно не очевидно соотносится. То есть, сказать, что анафора литургии Иоанна Златоуста – это сокращенная анафора литургии Василия Великого, категорически невозможно. При общей логике, которая, нужно заметить, объединяет не только две этих литургии, но и очень большое количество литургических текстов, при всём при том конкретные литературные ходы, конкретные, скажем, формы преподания той или иной идеи внутри вот этих каких-то базовых общих ходов будут различны. И таким образом свести всё к простому прямому заимствованию, в рамках которого один перерабатывал текст другого, решительно невозможно. Взаимосвязь эта явно несколько иная. Во-первых, и главных, назвать любую из этих литургий продуктом только и исключительно личного творчества того или иного святого будет неверно. Неверно даже с общей методической точки зрения. Потому что мы видим, собственно, даже и в общей логике того периода времени и в наследии, собственно, этих отцов мысль о том, что церковное предание исключительно значимо. Что, конечно же, с вниманием и трепетом необходимо к нему относиться. И поэтому предположить, что кто-то из них совершенно спокойно и сходу отверг некий древний текст и, соответственно, предложил вместо него свой собственного сочинения альтернативный новый, в общем-то решительно невозможно. Можем обратиться по этому поводу к свидетельству самого святителя Василия Великого, который, говоря о значимости и ценности предания в жизни церкви, говорит следующее. Из догматов и проповедей, соблюденных в церкви, иные имеем в учении, изложенном в Писании, а другие, дошедшие до нас от апостольского предания, приняли мы в тайне. И далее. Какое Писание научило нас в молитве обращаться к Востоку? Кто из святых оставил нам на письме слова призывания по показанию хлеба благодарения и чаши благословения? Ибо мы недовольствуемся теми словами, о которых упомянули апостол или Евангелие, но и прежде, и после них произносим другие, как имеющие великую силу к совершению таинства, приняв их из неизложенного в Писании учения. В этом фрагменте святитель указывает на исключительную авторитетность не только предания вообще, но и предания литургического. Как, например, он указывает, что та литургия, которую, по всей видимости, он служит, и, к примеру, которую он апеллирует в данном случае, состоит, ну, скажем так, из двух компонентов. С одной стороны, это, по всей видимости, имеются в виду слова Христа на Тайные Вечере о том, что примите и вкусите, сказанные о теле, и пейте от нее все, сказанное о чаши крови. Соответственно, как святитель здесь указывает, они упомянуты и в апостоле, это, собственно, первая подобного рода цитата мы уже упоминали, находится у апостола Павла, и в Евангелиях. Но далее он говорит, что они и прежде, и после, да, то есть и до этих слов, и после них присутствует некий достаточно устойчивый, установленный текст, который не связан напрямую с текстом Писания, то есть не является, скажем так, какой-то его прямой цитатой, но представляет собой некое древнее традиционное предание, установленное молитвенное последование, на авторитет ценность и значимость которого святитель Василий указывает, как на авторитет равной ценности и значимости того же самого священного Писания. Поэтому сразу мы не берем в расчет тезис о том, что, например, святитель Василий или, например, святитель Иоанн абсолютно самостоятельно, не ориентируясь ни на какие другие примеры, просто взяли и написали какой-то совершенно самостоятельный литургический текст. Мы видим, они указывают на ценность предания и, соответственно, сами к нему относятся с исключительным почтением. При этом, когда мы с вами говорим о литургиях Василия Великого и Иоанна Златоуста, в наших последующих лекциях мы увидим, что те чины, которые сейчас совершаются, имеют свою историю развития. На определенных этапах в них инкорпорируются, в них добавляются те или иные фрагменты, но та основная неизменная часть, о которой мы сказали, которую определили как анафора, является, собственно, вот этим основным и характеризующим тот или иной чин текстом. Собственно, анафору иначе называют еще евхаристическим каноном, то есть это продолжительная, цельная молитва, в рамках которой, собственно, церковь и молится о том, чтобы хлеб стал телом Христовым, а вино стало кровью Господней. Например, в современных чинах литургии и Василия Великого и Иоанна Златоуста анафору мы определяем как фрагмент, начинающийся с возгласа священника «Благодарим Господа», и далее ряд песнопений, ряд молитвенных текстов, которые воспринимаются разрозненно, как кажется, но на самом деле являют как раз эту целостную анафору, и заканчивается, собственно, преподанием благословения со словами «И да будут милости Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами». Так вот, говоря о данных анафорах, с одной стороны, внутри церковного предания и, соответственно, ряда фиксирующих его текстов и документов, мы видим упоминание о святителе Василия как о авторе некоторых, как минимум, молитвенных текстов однозначно. Об этом нам говорят очень разные произведения. Это и слово святителя Григория Богослова о своем друге, это, собственно, и один из ранних текстов «Жития» святителя Василия. И даже, как бы, уже некоторым образом позже появившийся, но тем не менее значимый авторитетный текст, правило 5-6 Вселенского Собора, которое тоже святителя Василия в соответствующем ключе упоминает. То есть в этих нескольких разнородных по жанрам текстах мы видим слова о том, что да, святитель Василий точно связан с литургической тематикой. Ну, например, можем обратить внимание на слово святителя Григория. «Много и других доказательств Васильевой заботливости и попечительности о церкви. Таковы уставы для монашествующих писанные и неписанные, чиноположение молитв, благоукрашение алтаря и иное, чем только Божий воистину человек и действующий по Богу может принести пользу народу». То есть здесь уже о почившем своем друге говоря, святитель Григорий замечает, что буквально вот в этот же момент времени, то есть святитель совсем недавно почил, он точно знает и точно свидетельствует о том, что святому Василию принадлежат некоего рода молитвы. Внутри этого текста нет развернутого указания, каковы эти молитвы. Мы видим много молитвенных текстов, которые в церковной традиции соотнесены с именем святителя Василия Великого. Более того, даже про чины литургий святителя Василия Великого мы тоже можем говорить в множественном числе, потому что как минимум мы имеем две греческих редакции этого чина, краткую и полную, собственно ту, которую литургисты называют полной, это и есть тот чин литургии святителя Василия, который мы совершаем и сейчас, и до сих пор, это египетские тексты, это сирийские тексты, которые также при всем при том с авторитетом святителя Василия соотнесены. То есть, даже не беря в расчет и в общем-то в рамках нашего курса не оценивая реальную принадлежность вот этих атрибутируемых святителю текстов ему лично, то есть писал ли он их или не писал, это материал отдельных и больших литургических исследований, нас интересует собственно тот текст, которым пользуется православная церковь до сих пор, мы можем твердо утверждать, что ориентируясь на вот этот широкий ряд литургий с именем святителя Василия связанных, мы явно видим распространенную церковную традицию, указывающую на этого святого как на автора текста литургии. Пусть в данном случае разного, но тем не менее, вот в церковной среде мысль о том, что святитель писал подобного рода тексты однозначна. Что нам говорит по этому поводу собственно житийная литература? Здесь мы читаем о том, что на определенном этапе святитель обращается с такого рода мыслью, да, с такого рода прошением к Богу. Он хочет и ищет возможности как-то поучаствовать в литургическом гимнотворчестве. Итак, обратим внимание на текст. Текст рассказывает нам о молитвенном дерзновении святителя и просьбе научиться литургической молитве своими собственными словами. На седьмой день непрерывной молитвы он сподобился видеть Христа с апостолами. Христос, предложив на престоле хлеб и чашу, сказал «Да исполнятся уста Твои хваления». После этого видения святой Василий, приступив к престолу, стал говорить и писать «Да исполнятся уста Мои хвалы, дабы мне воспевать славу Твою, Господи Божий нас, создавший нас и введший в жизнь сию» и прочие молитвы. По освящении же даров он вознес хлеб, усердно молясь и говоря «Ванми, Господи Иисусе Христе Божий наш, от святого жилища Твоего, от престола славы царствия Твоего». И далее, далее, собственно, соответствующий молитвенный текст. После возглашения святая святым, когда народ пропел «Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца Аминь», Василий разломил святой хлеб на три части. Одной из них причастился, другую взял с собой, чтобы сохранить ее до своей кончины, а третью положил в золотой ковчег в виде голубя и подвесил его на престол. Здесь перед нами, с одной стороны, житийный текст, с другой стороны, все-таки он, во-первых, один из самых ранних посвященных святителю, и здесь мы видим непосредственное и прямое указание именно на то, что в целом не очень соотносится с ранее озвученной нами мыслью о том, что в принципе святители были поборниками традиции и вряд ли писали абсолютно самостоятельные тексты. Здесь нам житие рассказывает как раз о предельно самостоятельном литургическом творчестве святителя. Но тем не менее, даже не беря в расчет данный текст добуквенно, мы видим, что ранний автор жития святителя указывает опять же на него, как на автора текста литургии. Собственно, можем вспомнить и 32 правило как раз 5-6 Вселенского собора, которое с одной стороны посвящено осуждению литургической практики служения на одном только вине, которое не разбавляется водой. Здесь приводится в пример армянская церковь, которая делает таким образом, ссылаясь на слова святителя Иоанна Златоуста, неверно толкуемые. И приводится в пример святителя Василия Великого и литургии Иакова, брата Господня, о каждом из которых собор, прошедший в 691-692 годах, говорит как о совершенно нормативных, общецерковно известных литургических писателях. Текст, собственно, говорит следующее. То есть здесь мы видим, что с точки зрения отцов собора Василий Великий столь же авторитетный литургический автор, как Иаков, брат Господень. Более того, мы можем говорить и о том, что на очень раннем этапе, то есть святитель Василий трудился во вторую половину 4 века, а уже в 6 и 7 веках у целого ряда церковных авторов мы встречаем упоминание литургии по чину Василия Великого. То есть буквально через пару столетий для церкви такого рода соотнесенность текста и авторства становится безусловной. При этом важная деталь. Как же, наверное, все-таки этот процесс обстоял с точки зрения соотнесения теперь всех данных, предложенных нами источников, в том числе, собственно, личного слова святителя. По всей видимости, и как раз исследователи в области литургики указывают на это, как, наверное, на одно из самых системных и объясняющих данный вопрос гипотез, литургия святителя Василия Великого однозначно обнаруживает серьезные черты сходства с греческим текстом литургии апостола Иакова, брата Господня. Либо перед нами два текста, произошедших из некоего одного источника, например, из какой-то более древней анафоры, и каждый из них получает свою историю. Либо же как раз литургии апостола Иакова в греческом ее изводе. И пользовался святитель Василий, некоторым образом корректируя, приводя богословские формулы в соотнесенность с как раз им, как одним из великих каппадокийцев, разработанной триодологией. И таким образом, с одной стороны, он и использовал традиционный, устойчивый и освященный древним авторитетом текст, с другой стороны, с богословской и даже общей литературной точки зрения, привел его, ну, можно сказать, как бы к искомому совершенству. То есть, он и работал над текстом, но и не произвел его авторски абсолютно из ниоткуда. Он и верен традиции, и готов эту традицию должным образом соотносить с актуальными нужными церкви. А корректная догматика, изложенная в молитвенном тексте, безусловно, это одна из первейших характеристик любого хорошего целостного текста молитвы. При этом нельзя не заметить еще одну важную деталь вот в том же самом тексте 32 правила Трульского собора. Если у вас будет возможность, посмотрите этот текст целиком. Напомню, он посвящен у нас неверной практике, когда чаша освящается без добавления в нее воды. И, среди прочего, там упомянут в качестве авторитета, на который как раз ссылается армянская традиция, неверно его трактуя, святитель Иоанн Златоуст. И мы видим, повторяюсь, это самый конец 7 века, что при упоминании Златоуста о нормативных авторах литургии здесь говорится только о Якове Братья Господне и Василии Великом. То есть, для конца 7 века, для отцов собора, как бы не существует никакого текста, который они могли бы назвать литургией Иоанна Златоуста, потому что Златоуст обозначен, а к его авторитету как литургиста никто не апеллирует. Таким образом, от анафоры Василия Великого и, собственно, ее происхождение, как мы видим, скорее всего, действительно, с одной стороны она и традиционно, с другой стороны, след святителя Василия там однозначен, мы переходим к анафоре святителя Иоанна. И здесь вопрос будет менее однозначным. Мы, во-первых, в ряде текстов самого святителя Иоанна или в ряде текстов его современников, нигде не видим упоминаний о нем, как о авторе молитвенных текстов. При всем при этом, сам святитель Иоанн исключительный литургист-практик, то есть в его текстах огромное количество апелляции к тем или иным литургическим последованиям, определенного рода литургическим обрядам. Он очень хорошо и ярко живописует те реалии и те детали богослужебного чина, внутри которого он, собственно, существует, что, в общем-то, очень сильно помогает последующему исследованию как раз истории развития византийской литургии как таковой. Но при всем при том, повторяюсь, нигде в качестве автора прижизненно он не фигурирует. И только уже после VII века, после упомянутого нами V VI собора, отца которого еще не называют Иоанна в качестве одного из нормативных литургических авторов, VIII веком начинает фигурировать вот это наименование одного из литургических чинов как литургии Иоанна Златоуста. Как мы видим, достаточно большой временной разрыв между годами жизни святителя и, собственно, первой атрибуцией данного текста ему. О святителе Иоанне нам важно вспомнить, что происходит он из Антиохии, и, собственно, именно из этого города, где он был пресвитером, он становится патриархом константинопольским. Константинополь – город, не случайно названный Новым Римом, город, собирающий и аккумулирующий огромное количество совершенно разных христианских традиций, и, собственно, святитель Иоанн из Сирии, переезжая, по всей видимости, переносит с собою традиционные, известные и понятные ему как регулярно практикующему священнослужителю литургические практики. Мы сказали о том, что анафора, то есть центральная евхаристическая молитва литургии Василия Великого не соотносится однозначным механическим способом с анафорой литургии Иоанна Златоуста. Мы указали на связь анафоры Василия с литургии апостола Иакова, с более древним текстом, но точно так же, по всей видимости, и центральная литургическая молитва чина Иоанна Златоуста соотносится с другим совершенно, но так же древним и овеянным апостольским авторитетом текстом. Это сирийская анафора 12 апостолов. Называется она так, безусловно, не потому, что она написана 12 апостолами, здесь имеется в виду, что она традиционно от апостольского учения еще жива существует и происходит. С того момента времени она начинается и до периода святителя Иоанна доживает. Понятно, что она имеет свою историю развития, сегодня мы не берем это в расчет в рамках нашей лекции. Получается, что как святитель Василий работал с текстом литургии апостола Иакова, также святитель Иоанн нормализует, то есть приводит к соответствующей, во-первых, литературной форме, дидактической и богословской текст также известной древней и авторитетной анафоры. То есть один древний источник у нас у литургии Василия Великого и другой, но также древний источник у литургии Иоанна Златоуста. О сохранности и корректной передаче литургических текстов через века мы можем говорить с вами на основании целого ряда сохранившихся литургических источников, литургических памятников. И один из самых ранних и при этом полных это Евхологий Барберини. Это текст, который условно можно было бы назвать служебником, но от современного служебника он серьезным образом отличается. Современный служебник это богослужебное издание, предназначенное для священнослужителя, священника, либо для диакона, в котором развернутым образом указаны все главные чины. Как суточного круга, например, указано соответствующее последование вечерни, соответствующее последование утренни, так и собственно чины литургий, всех тех, которые регулярно используются в православной церкви. При этом в данном тексте прописано все. Там есть так называемые киноварные ремарки, тексты, написанные красной краской, которые не читаются вслух, они не являются богослужебными. Это просто объяснение для клирика, что делается в этот момент и каким образом это совершается. То есть это техническая, скажем так, сторона. При этом все остальные тексты также достаточно плотно выписаны. То есть что в этот момент должен петь хор, что читает священник, что возглашает диакон, то есть все последование достаточно подробно изложено. Евхологии и вот ранние данные Евхологии Барберини, повторяюсь, восьмому веку относящиеся, выглядит иначе. Никаких дополнительных текстов он не имеет. Он не объясняет, что совершается во время того или иного момента, какие священнодействия необходимо осуществить. Он не приводит и к тени диакона. Он дает только текст священнических молитв и ответы народа на них. Конечно, если бы текст был более широк, мы бы имели целостный памятник, совершенно подробно рассказывающий нам о том, как выглядит и совершается литургия в этот момент времени. Но даже имея такой достаточно усеченный вариант текста, мы можем совершенно однозначно свидетельствовать, что и литургия Василия Великого, и литургия Иоанна Златоуста как минимум с периода восьмого века не претерпели никаких существенных изменений вот в этой своей основной части, в части анафоры. До нее, после нее будут происходить определенные процессы, будут добавляться определенного родочного последования, об этом мы с вами вскоре поговорим. Но принципиально важно, что церковь, как драгоценную часть собственного предания, внимательно и аккуратно пронесла через века данные молитвенные тексты, совершенно не считая нужным в них уже что-то видоизменить или поправить. То, что прекрасно, структурно, богословски, последовательно и при этом поэтически замечательно сформулировано, ни в каких изменениях в общем-то не нуждается. Нужно при этом заметить, что в данном Евхологии мы видим, что первой из литургий стоит литургия Василия Великого, и только после нее вариант литургии Златоуста. Это указывает на то, что литургия Василия служится чаще, а литургия Златоуста в каких-то обстоятельствах. Современные служебники предлагают обратную последовательность. Литургия святителя Иоанна стоит первой, а литургия святителя Василия второй, потому что современный церковный календарь предполагает служение литургии Иоанна практически в любой день церковного года, в большинство дней церковного года, в то время как литургия святителя Василия совершается в очень ограниченном объеме. Нужно сказать о том, что эта практика сформировалась далеко не сразу. Мы видим, что на этапе 9-го примерно века литургия святителя Иоанна служится в понедельник, вторник и четверги, и субботы. Соответственно, для литургии святителя Василия главный день, день воскресный. Связано это, кроме всего прочего, и с пространностью текстов. Анафора святителя Василия значительно объемней, в то время как соответствующий текст литургии святителя Иоанна значительно короче. Поэтому в будние дни сначала, а потом и в большинство воскресений года, в конечном итоге, литургия святителя Иоанна начала совершаться повсеместно. При этом нужно заметить, что два этих литургических чина достаточно быстро вытеснили какие-либо местные литургические тексты, о которых в рамках нашей прошлой лекции мы с вами упоминали. Нужно заметить, что два этих последования, ну как в принципе на самом деле и значительно шире, можно сказать практически большинство литургических текстов, характеризует ряд определенных особенностей, которые вообще выделяют именно литургию из всех остальных богослужений. Во-первых, здесь, конечно, исключительно важна гласность чтения молитв. Мы привыкли, когда в рамках современной практики всё, что совершает священник в алтаре, совершается преимущественно либо молча, либо в полголоса. И в основной части храма мы слышим только возгласы, которыми заканчивается тот молитвенный фрагмент или та целостная молитва, которая, в общем, давала бы нам понять, о чём идёт речь. Но так как мы её не слышим, то и понимания мы решительным образом не имеем. С одной стороны, нужно заметить, что практика эта начала формироваться достаточно рано. Но в каноническом праве церкви она осуждается. Мы можем обратить внимание на 174-ю новеллу императора Юстиниана, а это, собственно, VI век, где он, с одной стороны, указывает на то, что уже в этот период времени многие начали читать литургические молитвы про себя или в полголоса так, что община не слышит их, но совершенно чётко говорит, что эта практика ненормальна. Повелеваем, пишет он, «Чтобы все епископы и пресвитеры не тайно совершали божественное приношение и бывающую при святом крещении молитву, но таким голосом, который хорошо был бы слышен верным народам, дабы души слушающих приходили от того в большее благоговение, богохваление и благословение». Совершенно простая мысль христианнейшего императора. Литургия является общецерковным сокровищем, она не принадлежит только служителям алтаря. Более того, понять её как целостное молитвенное действие и можно только при тех обстоятельствах, только при тех условиях, если каждый молящийся единодушен с происходящим, то есть слышит, о чём призывает его молиться церковь, о чём она в этот момент говорит, какие тайны домостроительства Божия вспоминает, и, соответственно, с каждым из этих фрагментов он солидарен относительно каждого из них может сказать «Аминь» и понимает, в какую сторону эта мысль, в принципе, движется. Если же он слышит только какие-то обрывки совершенно не связанных, как кажется, друг с другом текстов, безусловно, никакого молитвенного назидания, да и более того, целостного молитвенного предстояния в этот момент перед Богом, он точно не имеет. В конечном итоге это в христианской традиции приведёт к серьёзному кризису литургического благочестия, когда, например, в том же самом XIX веке появятся совершенно удивительные издания, например, в нашей, в русской традиции, молитвы, читаемые благочестивыми мирянами во время совершения литургии. То есть мы с вами несколько лекций подряд уже говорим о том, что, собственно, литургия и евхаристия – это тайна явления Царства Божия в мире, тайна любви, общения, единства. И мы видим, как вместо общения и единства одними устами, говорит литургический текст, едиными усты исповедуем, мы приходим к абсолютно разрозненной толпе единомолящихся, где каждый один предстоит один на один с Богом, читая ему некое последование из собственного молитвослова, никак не будучи солидарным со всеми, кто стоит рядом. Это безусловный кризис, и приведёт он к очень пагубным последствиям. Нужно заметить, что в современной практике, слава Богу, такого рода решений мы совершенно не видим, и это исключительный плюс и признак литургического оздоровления в церкви. Какая же логика послужила к тому, чтобы вывести вот это гласное, всенародное чтение в область некой тайны? Так что, собственно, даже интерпретация термина «тайные молитвы» из тайно-совершительных, что, собственно, имелось в виду, начали восприниматься как тайные, в смысле негласные, они для всех предназначены. По всей видимости, это, конечно, был достаточно широкий и разноплановый процесс, предположить конкретный его источник маловероятно, но у нас есть интересный раннесредневековый текст. «Чудеса Девы Марии в Хазиве», написанный, соответственно, монахами-хазивитами, палестинская традиция. И там есть очень интересный эпизод. Авва посылает ученика в селение за хлебами для совершения Евхаристии. Тот идет, покупает их, возлагает мешок себе на спину, и пока идет назад, по памяти, ну, как бы не имея ничего плохого в виду, просто припоминает, напевает, молится словами анафоры, которую регулярно слышит в храме. В этот момент Авве, настоятелю, является ангел и говорит «Хлеба, который принесет тебе монах, не используй для обычной литургии, служи на них только прежде освященную, потому что они уже приложены». Отныне это уже тело Христово. Перед нами не священник, не храм, не священнические облачения, не антиминс, перед нами просто послушник, который читает молитвенный текст. И хлеб стал телом. Мы можем по-разному относиться к этому как к факту, но как к источнику мы должны отнестись к этому максимально внимательно. Это явно указывает на один из соответствующих логических ходов, который приводит к запрету мирянам слышать слова приношения. То есть, с точки зрения того самого игумена случилось недолжное, а случилось это по недосмотру. Монах знал эти слова и использовал их неверным способом. Повторяюсь, мы никак не оцениваем истинность данного предания, но указываем на то, что вот из подобного рода логики, по всей видимости, молитвы тайные стали пониматься не как тайно совершительные, а как негласно читаемые, в полном несоответствии со всей логикой литургии, как общего дела. И, соответственно, повторяюсь, что в итоге приводит к литургическому кризису благочестия. Соответственно, также в качестве важных черт византийской литургии нельзя не отметить такие моменты, как, например, ее исключительный динамизм. С точки зрения того же самого прихожанина в храме, это может быть не очень очевидно. Вот мы пришли, поставили свечи, написали записки, встали на какое-то место, где мы будем все видеть, слышать и молиться, и, собственно, мы там стоим всю службу. Но вы можете обратить внимание на динамичность движения клириков. Они входят, выходят, совершают кождение, вносят сосуды, выносят сосуды. То есть, в свое время, аналогичным образом, на определенных этапах, и все собравшиеся, также приходили в определенного рода движение. На самом деле, литургия – это исключительно динамическое богослужение. И мы увидим те самые черты литургического динамизма в первых частях литургии, которые анафоре предшествуют. Об этом мы в наших следующих лекциях поговорим. Ну и, конечно же, чрезвычайно значимым является обязательный, очевидный, и нужно заметить в нашей традиции все-таки определенным образом сохранившийся и проявленный элемент – диалогичность. Она присутствует, с одной стороны, во всех богослужениях, но здесь она особенно явна, потому что многократно священник преподает собранию мир, говоря «мир всем», получает ответ «и духу твоему». Многократно звучат ектеньи, призыв «помолимся об одном, втором, третьем» и ответ «Господи помилуй» от собрания верующих. Сама анафора построена как диалог, когда соответствующая мысль священника подхватывается собравшимися. На данном этапе она не подхватывается, потому что собравшиеся не слышат эту самую мысль. Но когда мы с вами дочитаем до соответствующих фрагментов литургии, вы увидите, как напрямую и однозначно связано то, что священник читает, и то, что в этот момент начинает петь хор. А мы имеем в виду, что в древней церкви в принципе пело всё собрание, да и во многих православных традициях до сих пор храм, очень многие песнопения поёт просто общим народным хором. В нашей традиции привычный нам вариант пения, например, символа веры и отче наш исключительно хорош, исключительно правилен, и эту практику нужно только поощрять. Вот таким образом те несколько основных черт, которые присутствуют во всех византийских литургиях, мы сегодня с вами озвучили, и про взаимосвязь двух самых важных, самых известных и употребительных чинов поговорили. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok